Рынок азартных игр в Казахстане бьет рекорды. Аналитики подсчитали, объем услуг букмекерских контор и казино увеличился в 8 раз, а финансовый оборот приблизился к половине триллиона тенге. Эксперты поясняют, казахстанцы ушли в азарт во время пандемии в надежде заработать легкие деньги. Сейчас интерес подогревают привлекательные условия и навязчивая реклама. Кто приносит букмекерам основную прибыль, разбирался наш корреспондент Денис Брагин. Игорный бизнес Казахстана достиг небывалых высот. По данным аналитиков, в прошлом году денежный оборот казино и букмекерских контор вырос в 8 раз. Общая сумма доходов и убытков перевалила за рекордные 456 миллиардов тенге. Популярнее обычных тотализаторов стали онлайн-сервисы. Сказалась навязчивая реклама. У нас реклама услуг игорного бизнеса не попадает под запрет. Вообще не существует никаких ограничений. И этим пользуются широко представители игорного бизнеса, предлагая беспроигрышную ставку, ставку в кредит. Различные предлагают депозиты. Выгодные предложения привлекают огромное количество желающих попытать удачу. Онлайн-ставки делают даже те, кто вообще не увлекается спортом. Основную прибыль букмекерам и казино приносят не заядлые игроманы, как думают многие, а рядовые казахстанцы. Они хотят интересно скоротать досуг, получить заряд адреналина или подзаработать, не вставая с дивана. Большинство играют ради забавы и, что важно, знают меру. Букмекерские конторы – это, конечно, одна из форм маркетинга и бизнеса. Но при этом делали статистику, что очень большое количество людей, скажем так, 80% людей порой знают свой предел проигрыша. То есть они пойдут, сделают ставку и на этом успокоятся. Потоп клиентов в игорный бизнес хлынул в пандемию. Тогда вся наша жизнь перешла в онлайн. Доставка еды, шоппинг, легкий заработок и развлечения люди искали тоже в сети. Одним из самых доступных удовольствий были и остаются ставки. Интерес не пропадает благодаря различным спортивным событиям. Главное – не поддаться азарту. Есть такой фактор, как азарт. Азарт, который затягивает в игру окончательно. Если у человека получилось это несколько раз, он может подумать, что это может получаться всегда. Для чего элементарный ему работа, трудиться целыми днями, если он может зарабатывать себе на жизнь этим. Но, как мы знаем, в чем отличие букмекерских контор от того же казино. Люди надеются на свой анализ, на статистику. Но при этом спорт – это такая вещь, где никогда нельзя в точности все предугадать. Конечно, бывают случаи, когда люди заигрываются, но ударяются в крайность не только с играми, говорят специалисты. В этом реабилитационном центре сейчас лечатся 50 пациентов с разными зависимостями. Но что интересно, половина из них как раз с лудоманией. 90% человек зависимо отрицает то, что он игроман или наркоман или алкоголик. Первый месяц мы работаем с сопротивлением. То есть доносим до человека, объясняем психологов, подключаем психотерапевтов, психиатров. По словам экспертов, в зоне риска подростки. Они не выпускают смартфоны из рук и ориентируются в интернете лучше взрослых. А начинается это с компьютерных игр. Сделать ставку сейчас можно, не выходя из дома или офиса. Достаточно иметь компьютер и доступ в интернет. Сыграть в азартную игру может даже ребенок. На многих онлайн ресурсах нет возрастных ограничений. Вот, например, я зашел на сайт рулетки без регистрации. Поэтому психологи рекомендуют родителям внимательно следить, чем увлекаются дети. Для этого в настройках гаджетов надо активировать функцию родительский контроль. Денис Брагин, Думан Даулет Бакулы, Алмаз Абдешев и Мурат Шеносилов. КТК Алматы.